Электроэнергия Президент Казахстана Касымжумар Тукаев во время ежегодного послания народу Казахстана в 2021 году дал ряд поручений по обновлению объектов алматинских теплоэлектроцентралей. Правительству совместно с фондом Самрук Казна следует приступить к реализации следующих масштабных проектов. Это строительство на площадке алматинской ТЭЦ-2, парогазовые установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1. Введение в строя тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей в Южном регионе. Реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области. Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 1 триллиона тенге. Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны мы введем в строй около 2400 мегаватт мощностей возобновляемой энергетики. Ежегодный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Алматы составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками загрязнения являются автотранспорт 55%, городские ТЭЦ и промышленные предприятия 35%, а также негазифицированные частные дома около 10%. В рамках решения экологических проблем Алматы фондом Самрук Казана планируется реализация проектов по переводу ТЭЦ на газ. 25 ноября 2022 года в Алматы заключено кредитное соглашение между АО «Алматинские электрические станции», владельца станции и Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта модернизации «Алматинской ТЭЦ-2» с минимизацией воздействия на окружающую среду. Говоря о технологии, которые мы планируем применить на этой станции и вообще наш подход, действующую угольную станцию мы планируем будущую законсервировать. Алмата достаточно большой город и Алматинская ТЭЦ-2 большую роль играет в его теплофикации и в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств с поставкой газа у нас будет возможность включить обратно угольную станцию. Когда у нас будет полное обеспечение газом, сейчас вот национальная компания «Казагаз» ведет тоже большую программу, и когда у нас будет полная уверенность по газовой инфраструктуре, необходимая по обеспечению газа, мы планируем эту угольную станцию утилизировать. Технологии, которые мы планируем применить, это комбинированный цикл, парогазовые установки, ну и плюс еще будем применять водогрейные котлы для того, чтобы обеспечить полный объем теплофикации. Модернизация позволит снизить выбросы вредных веществ на 93%, исключить из состава выбросов взвешенные частицы и окислы серы, исключить образование и захоронение золошлаковых отходов, обеспечить бесшумную работу агрегатов. Также фондом Самрук Казана планируется расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Проект перевода Алматинской ТЭЦ-1 предполагает расширение станции с установкой парогазовых установок общей мощностью 250 МВт. Если говорить про Алматинскую ТЭЦ-3, которая тоже практически прилегает к городу, она находится в поселке Утиген-Батыр. Всех день она работает на угле с располагаемой мощностью 173 МВт. Но учитывая ее расположение между городом и областью, а также в кольце 220 КВт, мы планируем построить маневренную станцию. Для чего мы это делаем? Сейчас виден дефицит маневренной мощности. Если сказать, для чего это нужно. В Алматинском энергоузле очень активно развиваются возобновляемые сочники энергии. И для сетевого оператора, чтобы обеспечить стабильную работу, нужен маневренный источник. Мы слышим очень много комментариев по стоимости проекта. Здесь немаловажно ответить, что очень много расходов на инфраструктуру. Как я ранее сказал, что угольная станция будет законсервирована, с готовностью работать. Следовательно, всю инфраструктуру по водообеспечению, по теплотрассам мы будем предусматривать, чтобы она могла работать на две станции. Помимо модернизации Алматинской ТЭЦ-2, для улучшения экологической ситуации и дальнейшего развития объектов возобновляемых источников энергии в Алматинском энергоузле, также реализуется проект строительства газовой станции с комбинированным циклом мощностью 525 мегаватт на территории Алматинской ТЭЦ-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова